Тонкая издевка. В Нью-Йорке громадные очереди на выставку твитов Дональда Трампа. Чем так заинтересовал американцев сообщение президента и почему он гневно раскричался, увидев последние новости. Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Казалось бы, ну чем можно удивить Нью-Йорк? Но очередь на Манхэттене тянется часами. Все хотят приобщиться к новой американской классике. Ведь неподалеку от Трамп Тауэр появилась вывеска «Библиотека Дональда Трампа». Ажиотаж такой, что у входа даже полицейских пришлось поставить. Всем интересно, а что президент написал в Твиттере этим утром? Политики говорят одно, а потом Трамп пишет в Твиттере совсем противоположное. Я очень либеральная и вообще против Трампа, и это шанс посмеяться на ним. На плакатах и на экранах самые громкие посты президента, в том числе и те, что он удалить успел. В Конгрессе даже законопроект предложили считать эти твиты официальной перепиской и архивировать для истории. Посты в соцсетях Дональд Трамп считает самым лучшим способом общения с американцами. Раз уж месседжи из Белого дома пресса, по его мнению, перекручивает, то пишет твиты. Вот, к примеру, сегодня поведал стране, что рейтинг его поддержки, оказывается, составляет больше 50%, что его реформы идут, несмотря на всю, как он пишет, охоту на ведьм. На что он намекает, тоже понятно. А даже этот пресс узнал от источников в администрации, что президент недавно кричал на телевизоры в Белом доме, увидев в новостях сообщение о расследовании обстоятельств увольнения главы ФБР. С общественным мнением приходится считаться, вот почему президентская семья в этот уикенд отправилась вовсе не на принадлежащий им роскошный курорт во Флориде, где они так любили проводить выходные, а заказали вертолет в Кэмп Дэвид. Летнюю президентскую резиденцию в штате Мэриленд, которую он старательно игнорировал, называя и бедной, и провинциальной, и деревенской. Но критики, что президент слишком много тратит на отдых, уже столько, что в этот раз глава государства показательно решил экономить. Проведет там субботу и воскресенье, чтобы с понедельника вернуться в Белый дом и переполошить страну очередным гневным твитом, который он традиционно пишет сам. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok